Кулинария и дипломатия всегда шли рука об руку. «Дайте мне хороших поваров, и я гарантирую вам хорошее соглашение», говорил Шарль Морис де Толеран. А министр иностранных дел Франции, сохранявший свою должность сразу при трех режимах, толк в дипломатии и знал. В этом выпуске How It Was мы расскажем, какую роль кулинария играет в международной политике. Вы узнаете, как Рузвельт с помощью хот-догов изменил ход Второй мировой войны, какой фастфуд любили разные президенты США и как многочасовое застолье помогло найти общий язык Черчиллю и Сталину. Но сначала подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Государственные приемы – это не обязательно про высокую кухню. Да, чаще всего на протокольные ужины и обеды действительно подают сложнейшие по рецептуре и технологии приготовления блюда. Но бывает, что угощение высоких гостей – это сильный ход в борьбе за влияние на умы масс, и тогда действовать нужно иначе. Так случилось, например, 11 июня 1939 года, когда в США с официальным визитом пожаловали король Великобритании Георг VI с супругой, королевой Елизаветой. Тогда президентом Соединенных Штатов был Франклин Делану Рузвельт, и британские монархи прилетели к нему не просто в гости. Мир стоял на пороге Второй мировой войны. Соединенное Королевство было напугано могуществом нацистской Германии, и Георг VI с супругой были не прочь заручиться поддержкой такого сильного союзника, как США. Франклин Рузвельт с удовольствием принял высокопоставленных гостей, но не как обычно в Белом доме, а устроил для них пикник в Гайдпарке возле своей резиденции у реки Гудзон. На пикник попросил поваров подать несколько классических американских блюд. Вирджинский окорок, копченую индейку, клюквенный джем, кубничный шорткейк, зеленый салат, напитки и хот-доги. Это считают гениальным пиар-ходом американского президента. Уже на следующий день Нью-Йорк Таймс написала об этом событии так. Король попробовал хот-дог и попросил добавки. Рузвельт видел угрозу войны в Европе и сочувствовал борьбе против Гитлера и его союзников. Однако настроения американских избирателей были преимущественно изоляционистскими. Граждане США в массе своей были против участия в европейских делах. Рузвельт хотел обеспечить Британии для начала хотя бы просто симпатию американского народа. И ему это удалось. Сентиментальные американцы умилялись историей с хот-догами и августейшими особами. По воспоминаниям Георга VI в личном разговоре президент отметил, что постарается что-то сделать с традиционной для США политикой нейтралитета, чтобы помочь Европе в борьбе с фашизмом. Как известно из истории, глобальный план Франклина Рузвельта увенчался успехом. Америка сыграла ключевую роль во Второй мировой войне. Известно и то, какими именно хот-догами Рузвельт угощал Георга VI и Елизавету. Это были хот-доги одного из старейших американских брендов Нейтан's Famous. Сегодня, чтобы попробовать эти хот-доги и попросить добавки, не обязательно быть королевской четой. Хот-доги Нейтан's Famous появились в Украине. Их можно попробовать только на АЗК Саккар. У себя на родине бренд давно стал легендой. Сегодня только в США съедают более 20 миллиардов хот-догов Нейтан's Famous ежегодно. А среди поклонников бренда, помимо Рузвельта, были такие знаменитости, как Кэрри Грант, Эдди Кантер, Барбара Стрейзанд и Аль Капоне. Теперь возможность купить хот-доги, рецептура сосисок для которых практически не изменилась с 1916 года, есть и у киевлян. А вскоре хот-доги Нейтан's Famous появятся на АЗК Саккар и в других регионах Украины. Фастфуд фигурировал на государственных приемах не только в те далекие годы. Буквально в 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп, устраивая в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу Клемсон Тайгерс, заказал 300 бургеров. Кроме них, Трампу и его гостям подали наггетсы, картошку фри, пиццу и соусы в серебряной посуде. Все это было заказано в известных фастфуд-сетях. Правда, мера была вынужденной. Из-за шатдауна, блокировки работы правительства США, часть персонала Белого дома, из тех, кто обслуживал официальные мероприятия, ушла в неоплачиваемый отпуск. Вот Трампу и пришлось самому заказать и оплатить фастфуд. На встрече с футболистами он пошутил, что собирался попросить первую леди и вторую леди приготовить пару салатов, но в конце концов остановился на всеми любимых бургерах. Трамп далеко не первый президент США, питающий слабость к фастфуду. Так, Линдон Джонсон, еще будучи сенатором, обычно обедал гамбургерами. Рональд Рейган всегда держал на рабочем столе в овальном кабинете упаковку желейных драже. Билл Клинтон, пока не стал вегетарианцем, обожал чизбургеры с халапеньо. А Джордж Буш-младший и вовсе изобрел свой собственный вид фастфуда. Чизбургер-пиццу. Рецепт прост. Все ингредиенты чизбургера поверх пиццы Маргарита. Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль. Во время Второй мировой войны вряд ли найдется два лидера, которые бы общались чаще, пытаясь остановить немецких захватчиков. Союзники регулярно созванивались, переписывались и отправляли друг другу телеграммы. И по несколько раз в году встречались лично. Причем едва ли не каждая из этих встреч завершалась эпичной пьянкой. Ни для кого не секрет, что Уинстон Черчилль не отказывал себе в удовольствии перевернуть бокал другой виски или бурбона. За репутацией Сталина при его жизни следили, и подобные слабости вождя из Кремля не утекали. Но спустя годы архивы открыли правду. Таких собутыльников в истории мировой политики стоит еще поискать. Особенно удавались застолья в Москве. Особняком стоит история, произошедшая на Второй московской конференции в августе 1942 года. На этом форуме союзники обсуждали перспективу открытия в Европе Второго фронта. Британский лидер был против этого решения на том этапе войны. Найти общий язык Сталину с Черчиллем никак не удавалось. Два раунда официальных переговоров сопровождались взаимными обвинениями и оскорблениями. Британский премьер даже дал команду своей делегации готовиться к возвращению домой. Как вдруг в час ночи 14 августа сопровождавшего тогда Уинстона Черчилля замминистра иностранных дел Британии Александра Кадугана вызвали на московскую квартиру Сталина. Застолье продолжалось несколько часов. Стол ломился от еды. Главным блюдом на нем был огромный молочный поросенок. Но не он первым бросался в глаза, а количество пустых бутылок из-под алкоголя. Сосчитать их, вспоминает Кадуган, было просто невозможно, как и количество людей, которые то приходили в квартиру, то уходили. Неизменными участниками неформальных переговоров оставались Сталин, Черчилль и Молотов. Риторика была уже не такая резкая, как во время официальных дебатов. Лидеры много смеялись, обнимались, а Сталин подружески называл Черчилля «старым боевым конем». Сталин с Черчиллем мерились щедростью, апофеозом которой стало обещание, что Британия подарит Советскому Союзу партию новых грузовиков. Когда военачальники протрезвели, от своего обещания Черчилль не отказался. А вот к вопросу открытия Второго фронта возвращались еще неоднократно. До реализации этого плана было пока далеко, но масштабная помощь западных союзников стала одним из важных факторов серьезных военных успехов СССР. Людовик XIV – король, правивший Францией 72 года к ряду. Он вошел в историю благодаря тому, что создал одну из самых сильных армий Европы. Построил Версаль, развил в стране до невиданных масштабов торговлю и промышленность, укрепил колониальную мощь Франции и очень любил вкусно поесть. Людовик XIV окружил себя лучшими кулинарами и рестораторами страны. Одним из таких был Франсуа Ватель. Сейчас его называют отцом кейтеринга, автором легендарного десерта – крема Шантии. Но в учебники истории он попал немного по другому поводу. В 1671 году он работал распорядителем на приеме, который устраивал в своей резиденции Шантии Луи II де Бурбон, принц де Конде в честь короля Людовика XIV. Франсуа Ватель знал, насколько для его работодателя важно, чтобы монарх и другие гости пребывали под впечатлением от блюд, которыми их угощают. Тогда и переговоры с партнерами вести легче. Гости более сговорчивые и охотнее идут на компромисс. В тот вечер Вателя попросили подать на столы блюда из свежей морской рыбы. Франсуа заказал ее сразу в нескольких местах, чтобы уж точно откуда-то да успели привезти до начала приема. Но время шло, гости пребывали, а рыбы все еще не было. Чтобы не терпеть позор, который ему сулит безрыбный ужин, Франсуа Ватель схватился за шпагу и свел счеты с жизнью. Как оказалось, зря. Рыбу все же в последний момент привезли, гостей ею накормили, а великий Конде остался доволен приемом. Ведь за счет роскошных угощений он смог лишний раз услужить королю. Использовать трапезу для обсуждения важных вопросов и принятия непростых решений умел и другой выдающийся француз – Шарль Деголь. Как заверяют историки, сразу несколько судьбоносных решений не только для себя, но и для всей страны Деголь принял во время обедов и ужинов. Так еще будучи мальчишкой, Шарль во время одного из обедов в который раз услышал от родителей историю о капитуляции армии Базена и тогда же пообещал, что будет заниматься военным делом, чтобы защитить Францию. А много лет спустя, 4 ноября 1965 года, когда Деголь уже был президентом, в Елисейском дворце накрыли торжественный обед. К столу подали четыре блюда – таймень по-бернски, жаркое из барашка, овощное ассорти и мороженое ромболитен. Отведав их, Шарль Деголь окончательно и бесповоротно принял решение баллотироваться на второй президентский срок. А вот другой президент Франции Жак Ширак любил не только вкусно поесть, но и сам с энтузиазмом брал в руки нож и готовил. Страсть к кулинарии у него зародилась еще в детстве. Спустя годы, несмотря на стремительную политическую карьеру, Ширак свое увлечение едой не забросил, тем самым добавив головной боли поварам Елисейского дворца. У них и так работа волнительная – накормить главного человека в стране. А тут еще он лично мог в любой момент наведаться на кухню, чтобы проконтролировать, как проходит процесс приготовления ужина. Ожидая высокопоставленных гостей Билла и Хилари Клинтон, королеву Елизавету II или же канцлера Гельмута Коля, Ширак с поварами лично составлял меню. Зачем? Ширак отвечал на этот вопрос так. Я знаю толк в еде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова